В Москву со всего мира съезжаются самые талантливые и успешные врачи-кардиологи. Лучшие из лучших собираются вместе, чтобы принять участие в Российском национальном конгрессе. Многие западные специалисты признают, что школа кардиологов в России всегда была и остается одной из самых сильных. Острой проблемой сегодня является вопрос, как совместить кардиологию с лечением онкологических больных. Внимание на конгрессе также уделят разработкам молодых специалистов. Юлия Онищенко узнала, о чем еще говорят. Вот то, что прошла неделя, это плюс 5 лет жизни. Юрию Чудинову заменили поврежденный клапан аорты на здоровый, без разрезов, через прокол в бедре. Он уже идет на поправку и чувствует себя намного лучше. Такие процедуры спасают жизнь в основном пожилым людям, тем, кто в силу возраста не может перенести вмешательство на открытом сердце. Подобные операции редко выполняют в российских клиниках. Почему так происходит, об этом и многом другом, говорят на Российском национальном конгрессе кардиологов. Пока это отдельная группа пациентов, но технологии развиваются, конструктивные особенности клапана меняются. В целом, то направление и тот тренд, связанный с более щадящими вмешательствами, он будет развиваться. Кардиология сегодня имеет для этого широкие возможности. Большие достижения сделаны в области диагностики сердечно-сосудистых болезней. Например, уникальное исследование МРТ в 4D формате позволяет специалисту увидеть сердце буквально как на ладони. Вся информация о сердце, включая мышцы, сосуды, представлена в очень высоком разрешении. Кроме того, мы используем позитронно-эмиссионную томографию, которая создана для того, чтобы мы знали не только о структуре сердца, но и о метаболизме внутри клеток миокарда. Уже доступна диагностика и на клеточном уровне. Благодаря изучению ДНК можно точно предсказать риск развития внезапной смерти, даже когда человека пока ничего не беспокоит. В современной кардиологии сегодня под силу выявить любое сердечное заболевание буквально за один час. Но главное, на ранних стадиях можно обойтись без лекарства и операции. Как говорят специалисты, достаточно только изменить образ жизни. Несмотря на высокие технологии, уникальные операции, медики не устают повторять известные истины. Табак и алкоголь убивают наши сосуды. Физические упражнения и правильное питание продлевают жизнь. Диеты, в которых высокое содержание фруктов и овощей, но мало насыщенных жиров и животных продуктов, могут предотвратить и даже вылечить сердечные заболевания. Отдельная тема, которая волнует сегодня все медицинское общество, это онкологические больные. Они требуют специальной поддержки и особого наблюдения кардиолога. Проблема очень важная. Мы сейчас начинаем ее реализовать в России. В настоящее время касается пациенток с раком молочной железы, которые получают химиотерапию. Мы будем специально, прицельно заниматься этой проблемой, приглашать пациентов со всей Москвы и в перспективу со всей России. Потому что для них очень важно поставить правильный диагноз или подобрать им лечение, которое позволит перенести любую онкологическую операцию. Конгресс соберет более 5000 участников из России, Европы и США. В таком составе ведущие специалисты собираются очень редко. В течение трех дней они выслушают сотни докладов и обменяются опытом.